Велоцираптор. С латинского «быстрый охотник», представляющий род хищных двуногих динозавров из семейства Дромиазаврит. Жил в конце мелового периода около 70 миллионов лет назад. Его останки были обнаружены в Монголии и в Китае. Был меньше других представителей своего семейства, Дейнониха и Ахиллобатора, и обладал рядом прогрессивных анатомических черт. Велоцираптор был небольшим динозавром. До 180 сантиметров в длину, 70 сантиметров в высоту и весил около 20 килограмм. Имел вытянутый и выгнутый вверх череп длиной до 25 сантиметров. На верхней и нижней челюстях находилось по 26-28 зубов, расположенных с промежутками и загнутых назад для захвата и удержания добычи. Подобно большинству тераподов, велоцираптор обладал четырьмя пальцами на задних конечностях, из которых один был недоразвит и не участвовал в ходьбе и ступал на три пальца. Дромеозавриды, в том числе велоцираптор, использовали только два пальца, третий и четвертый. На втором находился большой сильно изогнутый кокоть, выраставший до 67 миллиметров в длину по внешнему краю. Он ранее считался их основным оружием для убийства и разрывания жертв. Однако впоследствии было экспериментально подтверждено, что эти когти велоцираптор не использовал как лезвие, поскольку их внутренний изогнутый край был закругленным, а острый кончик не прорывал кожу животного, а лишь прокалывал ее. Скорее всего, они служили как бы крючьями, с помощью которых хищник цеплялся за свою жертву, затем прокалывал ее трахею или шейную артерию. Передние конечности велоцираптора имели по три пальца. Первый был самым коротким, а второй более длинным. Гибкость хвоста велоцираптора была снижена костяными выростами позвонков в их верхней части и окостеневшими сухожилиями в нижней. Костяные выросты тянулись вдоль от четырех десяти позвонков, что давало устойчивость на поворотах, особенно при беге на большой скорости. Останки велоцираптора впервые обнаружены в 1922 году в монгольской части пустыни Гоби, экспедиции Музея естественной истории США. В 1924 году директор музея Генри Осборн упомянул в научно-популярной статье эти находки и назвал описанное животное Авараптор джадачтари, позже изменив название на Велоцираптор монголиенсис. В 1971 году были найдены останки велоцираптора и протоцератопца, погибших в схватке и погребенных песками. Они позволили реконструировать многие аспекты охотничьей стратегии велоцираптора. Найденные когти его задних конечностей в шее протоцератопца, возможно, объясняют, что велоцираптор атаковал с их помощью. Шейные артерии, вены и трахеи жертвы, а не брюшную полость с жизненно важными органами, как считалось ранее. Все найденные остатки велоцирапторов, отдельные особи и то, что они охотились стаями, не подтверждено. Близкие родственники велоцирапторов, дейнонихи, скорее всего охотились стаями, так как при раскопках часто обнаруживаются группы их особей. Дромиазавриды были эволюционно близки к птицам, которые сильнее всего напоминали самые примитивные представители этого семейства с хорошо развитым оперением. Ранние дромиазавриды, микрораптор и серно-нитозаурус имели больше птичьих черт, чем их родственники велоцирапторы, жившие позже на несколько десятков миллионов лет. Обнаруженные останки велоцирапторов не имели отпечатков мягких тканей, что не позволяло определить, имели ли они оперение. В 2007 году несколько палеонтологов сообщили об обнаружении в экземпляре велоцираптора бугорков на локтевой кости, точек прикрепления вторичных маховых перьев, типичных для современных птиц. По мнению палеонтологов, это открытие подтверждает, что велоцирапторы имели оперение. Оперение и эволюционное родство велоцирапторов к птицам имеет две версии. Типично птичьи особенности, отмеченные у дромиазавридов, возможно, унаследованы от общего предка, одной из групп целурозавров. Это общепринятая версия. Дромиазавриды, включая велоцирапторов, являются примитивными птицами, возможно, вторично утратившими способность летать. Наподобие страуса. Большинство палеонтологов отвергают эту версию. Оперение велоцирапторов означает их теплокровность. Холоднокровные животные не способны к термоизоляции. Им необходимо получать тепло из среды. Но скорость роста костей дромиазаврид меньше, чем у современных птиц и млекопитающих, что указывает на медленный метаболизм. Широкую известность велоцираптор получил после фильма «Парк юрского периода», снятого по мотивам одноименной повести Майкла Крайтона. В обоих произведениях многие особенности животного основываются на реконструкции другого дромиазаврида – Дейнониха. Это объясняется тем, что Майкл Крайтон следовал системе Грегори Пола, в котором Дейноних помещен в рот велоцирапторов под именем Антиропус. В повести Крайтон делает оговорку. Дейноних сейчас рассматривается как один из велоцирапторов. В фильме Спилберга этой оговорки нет. Раскопки в начале фильма и повести ведутся в Монтане, где жил Дейноних, а не велоцираптор. Компьютерные модели в фильме в два раза больше, чем Монголинисис и исходны по размеру с Дейнонихом. В этой книге велоцираптор характеризуется как очень опасный хищник, охотившийся очень слаженными группами, как самый умный и особо кровожадный динозавр. В фильме он чаще всего нападает на людей. Также в этом фильме велоцирапторы изображены без перьев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok